Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня тема посвящена профессиям будущего. Много задают мне в настоящий момент вопросов, связанных с развитием богатства семьи, связанных с тем, что дети растут, какое образование давать, в какую сферу направлять фокус внимания для своих детей, чтобы в будущем на горизонте в 10, 15, 20, 30 и даже 50 лет, чтобы дети были конкурентоспособны и имели высокий уровень активного дохода, который бы позволил им достойно жить и направлять денежно-средственные инвестиции. Друзья, скажу сразу, подход будет от обратного, да, то есть я не дам конкретных профессий, я покажу алгоритм, как лично я собираюсь выбирать профессию для своих собственных детей, что для меня является ключевым. Смотрите данное видео до конца, чтобы понять, какие профессии будут востребованы уже через 5-10 лет. Прежде чем перейти к тому, какие профессии будут востребованы и как выстраивать алгоритм поиска работы, алгоритм получения образования или изменения образования, если у вас вдруг другое образование, которым вы владеете, я бы хотел рассказать о том, какие существуют типы экономики в мире. И именно исходя из этого мы будем понимать, какие компании занимают лидерство, почему занимают лидерство и почему именно они будут платить самые высокие заработные платы. Три типа, назовем так, экономики. Это сельскохозяйственная экономика, аграрная по-другому она называется. Второй – это индустриальная экономика и третий тип экономики – это постиндустриальная экономика. Аграрная экономика, что бы там ни говорили, присутствует до сих пор. Да, это компания, которая занимается производством продуктов питания, пшеницы, крупного рогатого скота, то есть еще до индустриальной эпохи. Да, там есть элементы механизации, индустриализации, производительность труда растет, но тем не менее, это компания, связанная с производством продуктов питания. И, как правило, маржинальность, прибыль, которую получает компания, здесь не очень высокая. Вторая компания – это индустриальные компании, которые работают в модели экономики, которые определяются спросом и предложением. Причем в первую очередь спросом. Это абсолютное большинство компаний. В России, наверное, это подавляющее большинство, только единицы относятся к компаниям в постиндустриальной эпохе. То есть у нас компании индустриальные. Что значит индустриальные компании? Это компании, которые производят, назовем это так, идентичный продукт. То есть если мы говорим о какой-нибудь нефтяной компании или газовой компании, для мирового рынка в принципе без разницы, какую нефть вы добыли. Добыта ли она на территории России, добыта ли она на территории Саудовской Аравии, Норвегии или Соединенных Штатов Америки. Структура продукта примерно идентична. Где-то больше серая, где-то больше примесей, где-то более тяжелая нефть, где-то более легкая нефть. Но тем не менее сам по себе состав продукта, он идентичен. И поэтому получается, что в экономике спроса и предложений есть мировая цена на нефть. Ну предположим в 100 долларов. И вы не можете, являясь компанией индустриальной эпохи, вы не можете диктовать свои условия, по какой цене вы будете продавать свой товар. То есть цену на товар определяют рыночные законы спроса и предложения. И продавать вы этот товар можете только за 100 долларов. Будь то нефть произведена на территории Соединенных Штатов Америки, Саудовской Аравии, опять же Норвегии или России. Опять же в зависимости от каких-то незначительных характеристик, где-то эта нефть будет тяжелая, более грязная, например в России, и она будет чуть подешевле. В Саудовской Аравии она будет более легкая, более чистая, соответственно будет подороже. Но тем не менее мы получаем, что компании индустриальные, то есть это сырьевые компании абсолютно все, производят идентичный товар и у них очень низкая маржинальность. То есть в финансовой отчетности у компании есть такое понятие как нет маржин. И соответственно по нет маржин, то есть это чистая прибыль, которую получает компания с выручки, мы можем определить в принципе к какому кластеру, да, к какой экономике относится та или иная компания. У этих компаний нет маржин очень низкая. Конкурентная среда очень большая, количество компаний, стран, которые производят эту продукцию очень большое, конкуренция высокая. И в этой конкурентной борьбе, когда борется за спрос своим предложением, наценка не очень высокая. Вы не можете продавать с высокой наценкой, потому что просто рынок вам не позволит это. Если будет высокая наценка где-то, то сразу же туда перейдут производство, да. То есть если вдруг будет нефть там продаваться по 300, 400, 500 долларов за баррель, то в этом случае начнутся там сланцевые добычи, начнутся арктический шельф, начнут разрабатывать. То есть потому что увеличится предложение и цена опять придет к некому среднему. И это касается компаний индустриальной эпохи, которые работают на не очень высокой маржи. И здесь нужно просто смотреть территориально, да, по себестоимости какая производит. И третий класс, компания, о которой можно говорить, это компании постиндустриальной эпохи, которые создают уникальные товары или услуги, которые не может создать больше никто. Или создать альтернативу настолько дорого, что туда средства даже не направляются. Очень много таких историй, допустим, в фармакологии, когда для того, чтобы изобрести лекарство, его нужно разработать, его нужно оттестировать, нужно провести исследование, нужно получить согласование контролирующих органов, нужно получить лицензию на этот препарат, нужно вывести его на рынок и на рынке непосредственно продавать. Но когда он прошел весь этот этап, то есть если компания прошла все эти этапы и вывела какое-нибудь уникальное лекарство борьбы с раком, со спидом, я не знаю, там, еще какой-то патологии, которая позволяет вылечиться, то в этом случае получается, что когда они прошли все эти этапы, то она назначается, ну, вплоть до того, что есть отдельные уколы. Один укол от смертельной болезни стоит, там, миллион долларов. И здесь нет такой истории, что приходит к тебе больной, если бы это была экономика спроса и предложения, приходит больной и говорит, уколите мне укольчик, чтобы у меня этой смертельной болезни не было. Компания говорит, миллион долларов, он говорит, не, миллион долларов, я пойду найду конкурента, да, который мне продаст его за 500 или за 100 тысяч, или за 50 тысяч. Но конкуренции нету. Так как конкуренции нету, то компания может назначать цену. То же самое, допустим, с Apple, да, то есть он говорит, вот, мой iPhone будет стоить 1300 долларов, или там, 1100 долларов. Да, можно сказать, что есть другие iPhone, но совокупность потребительских качеств и экосистем, которую предоставляет Apple, таково, что оно говорит, это будет стоить столько. Если вы не хотите покупать, не надо, это ваше право. Но если вы хотите иметь этот товар, то вы его непосредственно будете платить. Почему я про это говорю? Почему это важно? Потому что, когда мы говорим о профессиях будущего, нужно понимать, что если у вас стоит вопрос, да, знаете, есть такая мечта, я хочу работать в «Газпроме». Не хочу я быть инженером, не хочу я быть комбайнером, я хочу быть акционером, ОАО «Газпром». Потому что компании, где платят высокую заработную плату, где стабильные доходы, нужно понимать, что тот же самый «Газпром» тем или иным образом можно отнести к компаниям все-таки индустриальной эпохи. Альтернативы, в принципе, есть. И когда у меня стоит вопрос, какого образования давать детям, какие профессии будущего могут быть востребованы, то в этом случае я использую свой инвестиционный подход, для меня ключевым является нет маржин, на который работает компания. Для меня это важно с позиции инвестора. То есть я понимаю, что если я вкладываю в компанию, которая со 100 долларов выручки имеет 5 долларов чистой прибыли или 50 долларов чистой прибыли, как для инвестора мне интереснее покупать компанию, у которой 50 долларов прибыли. Когда я как отец смотрю, какое образование давать детям, то я буду смотреть на компанию, которая дает 50% прибыли, то есть, скорее всего, это компания постиндустриальной эпохи. Это компания, которая производит уникальный продукт, который покупается и который покупает даже с высокой наценки, потому что нет альтернатив, нет конкуренции. И в этом случае я буду, первое, что я буду делать, я буду выбирать компанию, которая работает с высокой прибыльностью. Второе, я буду смотреть, какие профессии данной компании интересны в настоящий момент, кого эти компании сейчас набирают на стажировку, потому что здесь получается запрос на это непосредственно есть, где предлагаются на более высокие зарплаты, потому что высокие зарплаты могут быть в той среде, в которой компании создают уникальный продукт, который не создают другие, да, и они уже умеют это делать. И, скорее всего, в будущем тоже будут продолжать, потому что доля индустриальных компаний достаточно высока. Исходя из этого, соответственно, я буду смотреть на то, какие требуются сотрудники, какие предполагаются заработные платы и сколько для меня будет стоить подготовить моего ребенка, наряду с его творческими способностями, которыми он обладает, подготовить его в качестве специалиста для работы в этой международной компании, в международном холдинге, который работает на высоком марже. Здесь получается, что, с одной стороны, мои инвестиционные способности позволяют эффективно оценить высокодоходные компании, которые работают на высокой марже. У нас создан для этого отдельный сервис, где как раз-таки по всему миру из 5,5 тысяч компаний можно выбрать самые высокомаржинальные компании и посмотреть, какие профессии используются. Соответственно, у нас по этому поводу есть отдельный мастер-класс, где мы рассказываем, как устроен сервис, каким образом он непосредственно работает. Для вас он может быть интересен в двух направлениях. С позиции инвестора вы будете смотреть высокомаржинальные компании, которые зарабатывают высокую прибыль для своих акционеров и могут зарабатывать для вас. Второе направление, на котором можно использовать данный сервис, если для вас является актуальным поиск высокооплачиваемой профессии, какие требуются специалисты, какие требуются сотрудники, то через высокомаржинальные компании можно понимать, что если у компании высокая прибыль, она, соответственно, образуется из-за уникальности сотрудников, которые работают в этой компании, и какие навыки, какое образование требуется для того, чтобы устроиться в эту компанию. Если вы молодой человек и только начинаете свой путь в образовании, получили образование или учите сейчас, для вас это может быть действительно большим вкладом для того, чтобы, может, пока не поздно переориентироваться и посмотреть, что является наиболее ценным и востребованным в настоящем моменте в мире, а не только в России. Если вы родитель, у кого еще дети планируют поступать в высшее учебное заведение или еще не планируют поступать в высшее учебное заведение, но хотите как минимум посмотреть, что создает очень высокую потребительскую ценность в настоящий момент, для вас тоже это может быть полезно. Данный сервис будет полезен, как он устроен, как он работает, как отбирать подобного рода компании. Есть отдельный бесплатный мастер-класс по этому вопросу. Ссылка будет ниже под данным видео. Проходите. Я думаю, что это будет вам полезно в этих двух ключевых направлениях. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»